Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня экс-президент Международной шахматной федерации и экс-глава Республики Калмыкия Кирсан Алимжинов. Здравствуйте, Кирсан Николаевич. Добрый день. Здравствуйте. Телефон прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните также из-за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Вначале мы хотим поздравить вас с прошедшим днем рождения. Было он у вас 5-го апреля. Как в этот период объявленной всеобщей изоляции отметили этот день или вы не отмечали? Я никак не отмечал. Дома находился уже третью неделю. Нахожу на самоизоляции. Никуда не езжу, не летаю, гостей не принимаю. Поэтому в день рождения находился дома. Занимался гимнастикой, спортом. Читал книги. То есть стараетесь поддерживать себя в хорошей физической форме, не только в шахматы играть? Не, ну да, надо, потому что тут находишься в самоизоляции, надо что-то делать, и поэтому физическую форму нужно поддерживать. Если раньше где-то проходил в среднем около 10 километров в день, то сейчас уже 25 километров в день. Покажу обязательно гимнастика, дыхательная гимнастика, йога. То есть всё по плану. Если раньше времени не хватало заниматься медитацией, йогой, то сейчас много свободного времени. Поэтому спасибо изоляции. Наконец-то дома побыл и никуда не езжу. А так обычно десятки стран, в месяц где-то десятки стран, сотни встреч. Рекорд у меня был, кажется, в 2014 году, когда за год 108 стран посетил. Ну практически через день в самолёте. А сейчас уже третью неделю, не то что по Москве даже, но вот из дома не выхожу. То есть вы легко переносите режим самоизоляции, для вас это не страдание, потому что многие как раз жалуются, что это тяжело, потому что лишились привычного образа жизни. И, соответственно, не все к этому готовы привыкнуть и смириться с этим. Ну сначала непривычно было. Даже ночью просыпаешься, смотрю в потолок и казалось, что в гостинице. Я никак не мог понять, что я не в самолёте, не в гостинице, а что дома два-три дня, неделя, когда вторая неделя пошла. Но потом привык с этим состоянием. Ну и в основном работа как на удалёнке через телефон. Получается, если раньше где-то 4-5 часов спала, сейчас практически было суточно, потому что весь мир находится дома. И все звонят, начиная там с Японии, у нас вечер на стопа, япония, Корея, и дальше пошла уже Америка. И всё время на телефонах, в интернете. Вся работа перешла вот на удалёнку. Ну мы видим, что коронавирус парализовал, можно сказать, весь спортивный мир. И большинство соревнований сегодня либо перенесены, либо отменены. И также мы видим, что сегодня некоторые велогонки, вот например, проходят в режиме в онлайн формате. То есть спортсмены на велотренажёрах, а их дистанция, она визуализируется с помощью 3D. Возможно ли, что шахматный мир перейдёт в такой дистанционный формат в дальнейшем? Как вы думаете? Ну конечно, в 95-м году, когда в Париже я был избран президентом Северной Шахматной Федерации, после этого я встретился с предыдущим президентом Международного Олимпийского комитета, Антонио Самаранч, в Лозанне, штаб-квартира Федена после Швейцарии, в Лозанне. И вот во время обеда он, Антонио Самаранч, так смотрел на меня, мудро был, международный спортивный деятель, говорит, «Персан, слушай, это, наверное, самый счастливый президент спортивной федерации». Я говорю, а почему? Он говорит, ну вот сейчас вот интернет в моду входит, а футбол, волейбол, бокс по интернету не поиграешь, а в шахматы можно по интернету поиграть. И когда я начал развивать это направление, мы даже зарегистрировали коллективные шахматы и очень много турниров проводили. Вот в Африке, чемпионат Африки мы по интернету провели. Сейчас в Казахстане международное турниры идут, уже тысячи записалось. Ну а мечта моя – организовать чемпионат сначала стран, и потом межконтинентальный чемпионат, чтобы одновременно играли страны в интернете. Ну, предположим, вот играет Европа против Америки, вот 12 часов, да, на дня, да, на ход 100 секунд дается, и, например, первый ход делает Европа. Вот там, предположим, 10 миллионов на жале Е2-Е4, там 20 миллионов Д2-Д4, там 30 миллионов дурацких ходов, там H2-H4. То компьютер выбирает не самый лучший ход, а наиболее часто встречающийся, и выставляет один ход как раз вот в интернете, следующий ход за Америкой. И так в течение часа можно определить IQ, там, какая нация или какая страна умнее. И это интересно. И сейчас вот я как раз работаю над этим вопросом, и когда сейчас все находятся по домам, хочу провести такой международный шахматный турнир по интернету, когда могут участвовать одновременно десятки, сотни людей. Ну вот вопрос от нашего радиослушателя Сергея вас спрашивает, а чем вы сейчас занимаетесь, не в смысле карантина, а вообще по жизни после ухода с ФИДЭ и поста президента Калмыкии? И где живете, спрашивает Сергей. Да, ну, в 2010 году я как бы ушел с должности главы республики, там президентом был. В 2018 году ушел с поста президента ФИДЭ, 23 года проработал. Ну, ведь я сейчас полтора года занимаюсь своими как бы делами, с своим бизнесом, то есть я вернулся обратно в бизнес, и вот сейчас езжу по странам, различные проекты, ну, решил как бы поднять все свои связи, знакомства с президентами, с шейхами, с бизнесменами. Ну, короче, занимаясь самореализацией, как вот в прошлом году я с Далай-Ламом встречался, Далай-Ламом сказал, вот, давай, теперь время пришло работать как бы над собой. Больше времени для медитации, больше времени для того, чтобы реализовать те и иные задумки, которые раньше у меня были. Ну, например, вот эти вот коллективные шахматы, да, вот сейчас появилось время, что можно так вот их организовать. Ну, и различные проекты. А бизнесом в какой сфере, если? Я живу сейчас в Москве, вот, в своем доме, еще вот 30 лет назад я купил его, вот, сейчас здесь нахожусь. А бизнес в какой сфере у вас, если не секрет, а какое направление? А любое направление, ну, наверное, так как у меня хорошие знакомства или такие связи во многих странах мира, то проекты, где вот требуется, ну, решение, там, глав государств. Ну, это IT-технология. Свой мессенджер, например, создал Кирсан. Кирсан мессенджер, он называется. В Иране мы начали развивать там это направление. Вот тоже запустили там мессенджер этот. Месяц назад вот занялся проектами в области искусства. Вот так получилось, что президент, хозяин одной из крупнейших мировых частных музеев, у него более 13 тысяч экспонатов, там, это искусство древней Кирсии, древних моголов. И вот он дал мне, как бы, доверенность или то, что я могу организовывать и выставки, и продавать, и менять, вот, там, его коллекция. Там очень много произведений искусств находится. Вот сейчас хотим вот выставку искусства древней Кирсии организовать. Но сейчас коронавирус закончится, я думаю, в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Ну, вы упомянули, что вы с 95-го года занимали пост президента Международной шахматной федерации. И вот за этот период действительно очень много чего происходило. Много было в том числе и кризисов, которые вы переживали на этом посту. Вот то, что происходит сейчас, коронавирус и те последствия, которые нам еще, наверное, предстоит принять и понять, осознать. Насколько, на ваш взгляд, он может быть глубоким и насколько серьезно скажется на привычном миропорядке? Опять же, если говорить о вашем бизнесе, на примере вашего. Ну, конечно, коронавирус, он затронул все области, нашу начинает экономической, духовной, культурной. И я думаю, что после коронавируса, когда эта пандемия пройдет, то мы проснемся со всеми другими. И мир будет совсем другим. То есть это переоценка ценностей. Самое главное, что коронавирус, он дал возможность задуматься, что есть немного другие ценности. То есть я думаю, там экономика уже будет другая. Отношения между странами, наверное, другие. Роль, может быть, организации объединенных наций возрастет. Все-таки 200 стран являются членами организации объединенных наций. Вот сейчас как-то не слышно голоса ООН. Я думаю, те миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов, даже миллионы долларов, которые государство тратило на производство, закупку оружия, на убийство друг друга. В прошлом году только более 117 вооруженных конфликтов были на планете. А зачем наши народные деньги как бы тратить на производство оружия? Может быть, вот эти деньги направить на производство лекарства? Кроме коронавируса еще много других проблем. Надо оборотить и рак, онкологические заболевания, сахарная диабет и так далее. Я предлагаю вот эти деньги. Еще в свое время, в 1994 году, в ООНе, в Нью-Йорке, я нам предлагал, чтобы страны хотя бы на год заморозили расходы на оборонку, а все деньги, вот эти миллиарды долларов, отправили на производство лекарств, на образование, на культуру, на здравоохранение. А сейчас пандемия пришла, кинулись даже Соединенные Штаты Америки. Там Европа рыскает по всему миру, там скупают маски. То есть элементарных масок нет, индивидуальных средств защиты нет, лекарств нет. И поэтому оборудования нет по искусственной вентиляции легких. И поэтому надо вот сейчас извлечь уроки с пандемией и наши ресурсы направить именно на здравоохранение, на образование. Господь, Бог наш, создал здесь, на этой земле, не для того, чтобы мы загаживали нашу планету, землю, убивали, уничтожали друг друга. Наверное, сегодня как раз Благовещение. Я поздравляю всех с праздником. И Господь учил нас как раз к любви, к секс-страданию, потому что мы жили в мире, дружбе, согласии. И поэтому люди должны задуматься. Благовремя у нас очень много с утра до вечера, с вечера до утра, находясь на самоизоляции, можно думать. Я думаю, также и наши депутаты, ну не только депутаты, министры, члены организации объединенных наций задумаются. И после пандемии, наверное, соберут вот такое экстренное совещание, совет, чтобы подумать, наши средства направить во благо человечества. Ну сейчас вот модно была демократия, да, права человека, права человека, но мы забыли тысячи лет назад ещё битократия. Это право на жизнь. Мы должны помнить, что тоже Господь нам дал для того, чтобы мы жили и берегли нашу жизнь и жизни других людей. У нас много звонков, начнём их принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте, Янис, меня зовут. Да, Янис. Каждым словом могу подписаться вашим, но не поменяется мир после коронавируса. Как уходили мы обратно, уйдём мы в армию, так и будет. Вроде все говорят, здравые люди, что главное, это учёные, медицина. И вы правы, сто процентов правы. Ну, любой пример, вот даже в курсе, что у нас был гроссмейстер, шахматистка, министром экономики. Ну люди ставили на неё, придёт здравая женщина. Да, на рейзенциозу, да. Поменяет всю экономику у нас. Я даже думал, что так будет. Ну прислали, ну как поменяли её. Вот как политику поменяют, приходят люди, их сразу же меняют. Вот. Вопрос какой у вас, Янис, чтобы гость мог ответить? Вопрос у меня будет, ну вот, как сделать так, чтобы реально мир поменялся? Что нам надо сделать, чтобы поняли, в конце концов, что нельзя друг друга пугать пушками, не это приоритеты? Да, спасибо. Ну, я думаю, этот коронавирус тоже не случайно пришёл. Как философы говорят, нет ничего случайного. Что такое случайность? Случайность – это есть скрытая закономерность. Коронавирус, он же такой же организм, как и человек, и животные, и как и планеты. То есть маленький-маленький такой микроорганизм, он тоже пришёл сюда, на эту землю, хотя он давно находился, учёные его. Но именно так, чтобы практически всё человечество, половину населения земного шара загнать по домам, смог вот этот маленькое-маленькое существо, да, этот микроорганизм, который мы назвали коронавирус. И у него название такое – коронавирус, да, как бы пришёл короновать нас от Всевышнего, оттуда из космоса, тут прилетел, загнал всех по домам. И если мы не извлечём уроки из этого, вы правильно говорите, как человек становится политиком, там, перебирается в какое-то кресло, там, министра, президента, мэра, фэра, короля, шейха, и сразу у него как-то мозги поворачиваются. Вот я когда в 1994 году в ООНе предлагал, вот я дал белый лист бумаги, я говорю, вот А, да, там Аргентина, там Монголы, то Япония, вот всего одна строчка. Давайте вот наши расходы военные, даже не на год, а хотя бы на один месяц заморозим, и вот эти деньги, которые у нас предназначены для вооружения, для гонки вооружения, направим на здравоохранение. Это было в 2016 году, 26 лет назад. И мне многие лидеры, главы государства говорят, о, Александр, ты прав, конечно, прав, но у нас же там парламент, это голосовать, ну, у нас же бюджеты, всё. То есть по плечу похлопывали, ты прав, вот, а на самом деле снова вот раскручивали эту гонку вооружения. И вот прошло 26 лет, 2020 год, и Всевышний послал нам вот такой микроорганизм, вирус, да, коронавирус. Вот посидите дома, подумайте, если мы в мае, в июне, да, в июле не опомнимся, то следующий удар будет мощным, и мы прекратим своё существование. Это как бы знак, который, это метка, да, такая чёрная метка, которая пролетела там из далёкого космоса. Люди, одумайтесь, мы вас создали не для того, чтобы вы уничтожали друг друга. Вот и всё. Это же элементарно, вот, направить деньги на здравоохранение, элементарно же, да, на культуру, на образование. Для чего мы живём вообще на этой земле? И вот коронавирус как раз дал нам возможность осознать своё «я» и своё бытиё. Да, ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Александр, задавайте вопрос. Вы знаете, вот я полностью с вами согласен, что мир будет совершенно другим. Вот в связи с этим у меня к вам вопрос такой. Вот 22 апреля будет 150-летие Владимира Ильича Ленина. Как вы считаете, Россия должна отмечать этот день? И как вы относитесь к идеям Ленина? Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Я очень глубоко уважаю, потому что 20 лет, да, я вступил, когда служил в Северо-Кавказском военном округе, солдатом, старшим сержантом был. Я вступил в Коммунистическую партию Советского Союза не из-за того, что там какие-то мысли были карьерные или не карьерные, а просто я был октябрёнком, я был пионером, я был комсомольцем. То есть и дело Ленина, идеи, его социальное равенство, оно нравилось мне. Я стал членом Коммунистического партия Советского Союза. Как некоторые, я партбилеты не выбрасывал, до сих пор партбилет у меня находится дома, в шкафу. И 22 апреля я буду отмечать, конечно, 150-летие Владимира Ленина, который смог повлиять, представляете, 1,6 часть суши. Если бы он не был великим, если бы его идеи не касались каждого человека, то я думаю, что он бы не пришёл к власти, и Советский Союз так долго не просуществовал. Хорошие были идеи, равенство. Помните, безграмотная была наша страна, избы читальни, которые Владимир Ленин привёл. Поэтому моё отношение к ним, я его уважаю как выдающегося человека современности. Ну, тем более у него бабушка-калмычка была, астраханская крещённая калмычка Анна Смирнова. Мария Тошагинян, которая написала 4 тома про Ленина. И там, кажется, в первом томе у неё там есть родословно Ильи Николаевича Ульянова, это отца Владимира Ульянова. И вот там он пишется, что бабушка была калмычка, он любил калмыцкий чай. Калмыцкий чай – это вот солёный, с молоком и с маслом. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. И даже вы помните, когда где-то 16 лет назад все вот тут демократы хотели из Макзолея выкинуть, перестанить. Я тогда был президентом Калмыкии, я предложил тело Ленина перенести его в республику Калмыкию, в Ильисту. Вас не услышали тогда, кстати, этой инициативы? Потому что Ленина хотели и похоронить, была такая... Ну да, там на меня коммунисты тогда набросились, почему, значит, Кирсан хочет Ленина забрать в Калмыкию, для чего... Ну я просто идею такую предложил, я же такого сумасшедшего никакого это не предлагал. Я говорю, давайте перезахороним, но если где-где, хотя Ленин же хотел, вот и Ульяновский, и рядом с мамой, чтобы его похоронили, давайте перезахороним там, но нападать на него... Ну пройдет время, вот прошло сколько, в 1924 году он умер, да, вот уже около 100 лет, но идеи его до сих пор живы, и не случайно во многих странах пошли. И сейчас вот идеи вот этой, ну, либеральные там ценности, там и далее, да, капиталистические ценности, они как бы показали, что они не решают проблему человека. Войны также идут, люди также многие ненавидят друг друга, там, безграмотность во многих странах. Поэтому идеи Ленина и живы сейчас, я думаю, мы вот сегодня Благовещение, да, там, Благовое Вести Богородицы принесли, что родится Иисус Христос, да. Смотрите, сколько прошло, 2020 лет, да, мы вот вспоминаем, да, или как бы живем идеями Христа, полчеловечества сколько там, полтора, два миллиарда. Может, пройдет там сто, двести, пятьсот лет, тысячи лет, и Ленин также будет для многих тем же Христосом, или Будой, или Магомедом. Ну, вы на посту президента республики, когда не получили финансирование, в 98-м году, по крайней мере, такая информация сообщалась в СМИ, вы сделали ряд определенных заявлений, которые были расценены как предположения о возможном выходе Калмыкии из состава Российской Федерации. Были ли у вас такие идеи и мысли вообще? Нет, нет, я никогда не делал заявления о выходе из состава России. Более того, 5 апреля 1994 года мы как бы отменили советскую конституцию прошлую и приняли конституцию Калмыкии, степное уважение. И вот там в первой статье говорится, что мы многонациональный народ республики Калмыкии за единство и нерушимость границы в Великой России. А почему я в 98-м году выступил? Так как в Конституции Российской Федерации там написано, что Россия это не унитарное государство, а Российская Федерация. И должен быть не только политический, но и экономический или бюджетный федерализм. И тогда очень много налогов собирали, отвозили, я помню, это 98-й год, когда порядка где-то 2 миллиардов долларов мы собрали, более 600 миллионов долларов в федеральный центр ушло. И мы перечисляли вот эти миллиарды, как и многие регионы сейчас, тонеры. И потом я, министр, сзади правительства Калмыкии неделями, месяцами тоже топтали кабинеты Минфина. Правительства России просили там какие-то жалкие кроки, чтобы нам перечислили обратно. И поэтому я тогда выступил за бюджетный федерализм Конституции России. Давайте будем его соблюдать. Больше прав регионам. Но и это не пора суверенитетов, да, там, как вот Борис Николаевич Ельцин, первый президент России, говорил, крушайте суверенитетов, сколько съедите, да. Не в этом вопрос, а как бы то, как работает, тот так и получает. Поэтому вопрос был в бюджетном федерализме. Вот и все. В Конституцию. Некоторые, да, раскрутили это. Я помню, там, по первому каналу в программе «Время» показали Калмыкию, огороженные вот этими пограничными столбами. Мы никогда не говорили об этом. В 1609 году Калмыцкий хан подписал соглашение с русским царем, с Василием Шуйским. Кстати, Василий Шуйский полтора года находился в должности, да, так вот, царя России. Вот единственный международный договор, который подписал как раз в Калмыкии, о добровольном хождении в состав Российской империи Калмыцкого ханства. И вот более 400 лет мы находимся в составе России, вне России, мы себя не видим. И наши сыны и дочери, они всегда сражались за отчизну советскую, российскую. У нас очень много героев. И взять, если среди Ленина, я уже говорил, многие ученые, выдающиеся как бы полководцы, участвовали в войнах России. Кстати, в 1814 году, когда Наполеона громили, гнали французов до Парижа, то в Париж первыми вошли как раз три калмыцких казачьих калорийских полка на верблюдах. Ионор Эдебальзак, известный французский писатель, находился в толпе, увидел, ждал русских, а тут на верблюдах, на лошадях, узкоглазые, с копьями. Он даже очерк написал о калмыке в Париже, где Александр Дюмау приехал в гости к нашему князю. А вот в Болгарии, например, в Софии, главная улица проспекта Александра Дандукова, когда несколько столетий назад Россия освобождала Болгарию от турецких захватчиков Османской империи, то первым губернатором, освободителем Болгарии был как раз наш князь Дандуков, калмык. Тоже приятно. Но многих других я могу перечислять. Поэтому мы всегда в составе России, вне России мы себя не видим. Вы упомянули Конституцию сейчас. Как оцениваете поправки в новые поправки Конституции и референдум, который должен был состояться 22 апреля, но не состоялся? Обнуление Путина, который также... Кстати, да, перед вами как бы автор предыдущей Конституции. В 90-м году я был, 27 лет мне было, я был делегатом и депутатом первого съезда народных депутатов России, Верховного Совета. И в 90-м году как раз мы принимали тогда декларацию о северенитете, независимости России. В 93-м году Борис Николаевич Ельцин включил у меня комиссию по составлению новой Конституции. В 93-м году Россия приняла Конституцию. Я являюсь автором этой Конституции. Один из авторов, президент России, даже наградил меня за это. Но Конституция — это основной закон, как всё, это живой организм. Он тоже развивается, он должен претерпевать изменения. И то, что сейчас поправки президент России предложил, депутаты, и сейчас все участвуют в этом. Ну, конечно, нужно поправлять, он же не может там на одном месте стоять. Жизнь меняется, совсем другое общество. И я думаю, после коронавируса, сейчас посмотрим в окно, выглянем на улице, выйдем, может быть, и другие будут поправки. Кстати, в 94-м году, когда 5 апреля мы принимали стихное уложение, там интересная есть статья, статья 10-я. Она единственная, это статья, этот пункт, который нет ни в одной Конституции мира. И тогда меня никто не мог понять. Я вот написал эту статью. 10-я республика Калмыкия. Все жители республики Калмыкии за всё то, что происходит на земном шаре. Мы в ответе за существующие глобальные проблемы. И мы обязуемся, несём ответственность и обязуемся также исправлять вот эти проблемы в духе мира, любви, сострадания, установления мира на планете. Никто меня не мог понять, зачем вот эти... Ну, Калмыкия — это субъект Российской Федерации, один из регионов. И тут статья 10-я, что мы, жители Калмыкии, в ответе за всё то, что происходит на земном шаре. И эпидемии, и озоновая дыра над Антарктидой, и голод в Африке. Почему мы должны брать ответственность? И вот тогда мы впервые ввели понятие как этнопланетарное мышление. То есть мы не дети, мы не жители только Калмыкии, не только жители России, не только Европы. А вот зимой шарик, вот этот наш дом, его надо беречь и укреплять. Не дай бог что-то случится, весь зимой шарик. Вот сейчас вот метеорит, если упадёт на нас, это же какие-то... Или зона дыра расширится, или вот пандемия, вот сейчас коронавирус окрепнет и пойдёт косить всех, да, сотни тысяч, миллионы и миллионы. Какие тут границы? Значит, наука, медицина, они должны объединяться. И я ввёл вот это понятие на основе этой статьи 10 Конституции Республики Калмыкия, что мы в ответе за всё то, что происходит на земном шаре, мы вот в школах вели, как бы, такие лекции в университетах, вот, этнопланетарное мышление. И вот когда человек, он думает глобально, не только вот о своём дворе, там, да, или вот в рамках своего государства, в рамках своей страны, а думает глобально, что мы земляне, что мы живём на земле, вот это наша матушка Земля и над головой небо, да, то тогда вот мозги открываются, и космос будет нам помогать, и много-много открытий сделаем, будем вот любить друг друга и будем жить на счастье. Вот это вот, и если такие положения общегуманные, такие общечеловеческие пойдут в Конституцию РФ, я буду только рад. Я за вот изменения Конституции РФ, за поправки к ним. Вы упомянули космос, и в интервью Владимиру Познеру вы, в частности, рассказывали о встрече с инопланетянами. Эта история вообще широко цитируется в интернете. Вот не могли бы вы рассказать, что это за история и как это было? Ну, сейчас можно долго говорить, то есть, ну, действительно, это произошло в сентябре 97-го года. Я встретился с представителями данной нашей цивилизации, ну, так, можно посчитать, что я дурак, не дурак, но, видите, всё-таки я с ума не сошёл, да, ни в Кащенке, ни в психбольнице. Они есть, и я как бы воспринял, как вот нормальные существа, потому что, ну, наша маленькая планета, она в нашей галактике 200 миллионов звёзд, таких галактик, миллиарды, миллиарды. То почему мы должны думать, что мы вот и одни находимся на этой планете разумно? Я у них спрашивал, ну, как инопланетян, или, может быть, это для них Земля тоже не в другом измерении живут, мы же там только три измерения знаем, да, и там существует сколько там, 12 измерений. Я у них спросил, я говорю, а что вы вот сейчас войдите по телеканалу, там, CNN, BBC, скажите, что мы вот здесь, мы вас как бы сотворили, мы за вами наблюдаем. Они сказали, вы же как бы с муравьями не разговариваете, с одной стороны, а с другой стороны, пока вы не перестанете быть эгоистами, я спросил, в каком смысле эгоистами, ну, вот, у вас же есть там кошки, собаки, там, они же тоже разумные, а вы вот как бы кушаете, поедаете их, и вот единственный скачок цивилизации у вас был, что раньше вы их как бы сырыми ели, да, теперь в ресторанах, при свечах, там, официант подходит вам, какой там прожарки, средний, с кровью, без крови, а они же такие же разумные существа, почему мы их должны убивать, уничтожать. Вот это эгоизм. И с другой стороны, почему вы думаете, что вы одни разумные вот в этой бесконечной вселенной, там же тоже живут другие существа, и вот этот эгоизм, эгоцентризм, вот пока мы не преодолеем себя, и даже вот смотрите, пандемия, надо всё, границу убирать, надо объединяться, надо вот науку объединять, всё, а мы всё равно по своим квартиркам там сидим, там, что-то там рассуждаем о величии человека, человечества, а на самом деле ни одного шага не делают в этом направлении. Поэтому они говорят, пока вы не подниметесь в своём развитии, пока не поймёте, что вы не одни на Земле, вот, и то, что Земля — это не одна разумная вот планета в этой вселенной, тогда вот, может быть, мы пойдём на уже более-менее официальный контакт. Хотя вот американский, ещё надо бы знать, там, НАСА есть такая организация, официально только в прошлом году, да, ну, примерно в год более четырёх тысяч у них официальных свидетельств, там, и контактов, и этих НЛО. Как об этом можно много говорить, но это вопрос веры, да, вот сегодня Благовещение, да, вот Иисус Христос есть, да, мы же верим, но никто как бы не видел ни Господа, никого, да, вот это вопрос веры, да, вот одни верят в Будду, в Магомеда, в Иисуса Христа, да, там, а я верил в космос, в разум этот вселенский. Почему? Одним можно как бы верить, а когда я сказал это в 97-м году, потом у Познера, в 2010-м году его передачей Познера, да, я встречался, я не стесняюсь этого. Ну, конечно, это очень сложно было для меня, я это не сразу сказал, я думал, вот я взял чистый лист бумаги, там, плюсы и минусы, если я, например, завтра журналистам скажу, что я встречался, одни минусы, ну, посчитай, Кирсан дурак, там, его надо с ФИД, я же тогда еще был президентом ФИД, когда Гарри Каспаров и другие некоторые там деятели начали выступать, кого мы держим на посту президента умной шахматной федерации, он там с человечками зелеными, желтенькими встречался, надо его в психбольницу отправить. Я тогда был президентом Калмыкии, тоже там некоторые там оппозиции, другие там жители Калмыкии говорили, а почему мы держим этого дурачка президентом Калмыкии, надо его в приютном, ну, у нас там дурдом есть в республике Калмыкия, в приютное там или в Москве Кащенко психбольница, его туда надо отправлять. Бизнесмены тоже говорили, как можно с тобой бизнес вести, ты там с инопланетянами встречаешься, то есть одни минусы, да, одни минусы, но я подумал, должен в этой жизни, на этой планете кто-то официально сказать, там, ну, если бы там кто-то там сказал, там, ну, не на должности, да, там, медсестра, предположим, или там инженер, компьютерщик, я встречался с ними, ну, встречался, скажут, напился, наверное, там, или нанюхался, или еще что-то там, да, скажут. А когда скажет государственный деятель, президент, это, как бы, и республики, и Фидея, ну, это, конечно, вызвало такой результат. Мне многие президенты звонили, я встречался, кстати, один из президентов очень крупной страны, в двадцатку входит, он признался со своей женой, что, да, мы тоже встречались, я говорю, ну, что ты не скажешь, да, ты что, у меня выборы через полгода, как я, говорит, на выборы пойду. Поэтому я подумал и решил быть первым государственным таким деятелем, который скажет, что мы не одни на этой планете, существуют и другие цивилизации, и другие формы жизни. Вот и все, это моя вера, и все. Можете верить, можете не верить. У нас много звонков, примем еще звонок радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Виктор. Да, Виктор. Я хотел бы господина Юмжинова спросить, на каком языке общались они с инопланетянами? Да, спасибо. Ну, как с Бабой Ивангой, я же с Бабой Ивангой тоже там встречался несколько десятков раз, вот ты не успеешь задать вопрос, что-то, а Баба Ивангой уже как бы отвечает все. Я помню, привез на встречу к ней там арабского шейха, он все переживал, что забыл, ну, переводчика не мог найти, вот с болгарского на арабский. Я говорю, да не волнуйся, там на английский, с английского перейдем. Не-не-не, я хотел точно. И только вот пришли к Бабе Иванге, вот в городе Петричи, вернее в Рупице, она в Петриче жила, в Рупице принимала людей, и вот только шейх там открыл рот свой, хотел там задать вопрос, а Баба Ивангой уже ответила. Он удивился, говорит, как, я же еще не спросил ее. И вот инопланетяне тоже на уровне, вот там, мысли туда, мысли сюда. И скоро люди, я думаю, где-то 30-40 лет, и начнем передавать друг другу мысли. То есть вы мыслями разговаривали, не произносили никакие звуки? Вы не произносили никакие звуки, вы разговаривали с ними мыслями? Ну да, я вот думал, а они отвечали. Отвечали они на каком вам языке? Ну конечно, я спросил, почему вы не войдете по СНН, BBC там не объявите, вы же можете на кнопочку нажать, и на всех телеэкранах, компьютерах, на мониторах везде вы появитесь. И скажут, вот они от Адама не произошли, а мы вот сюда завезли, и наблюдаем с обратной стороны Луны. Они сказали, нет, пока не смотрю. Ну представляете, если вот сейчас, вот мы с вами говорим, и вот раз на экране появятся они, да, эти человечки, и тогда что? Тогда полностью, ну как бы религия, да, рушится. Всё-таки есть Библия, да, сотворение человека, там есть другие там учения, да, Ватикан наконец-то есть, да, всё. И вдруг раз, это не от Адама, Евы, наука, да, то есть это всё, ну пойдёт такая информация нашего сознания, что творится на Земле, поэтому мы ещё не готовы, в целом, кажется, человечество к встрече с ними. И вот одну из причин, вот они назвали, потому что вы эгоисты. У нас много звонков, да, мы слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Господин Ильичуев, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Россия не самая богатая страна в мире, и по уровню жизни она занимает, по-моему, место во второй десятке. Как она может помогать таким странам, как Италия, страны, которые ввели против неё санкции, которые ненавидят её страны, участницы НАТО, ракеты которых направлены на Россию. Можете ли объяснить поступки российского руководства? Да, спасибо. Ну, есть такое понятие, как гуманность, не только Италии, да, помогли сейчас Сербии, самой богатейшей стране мира, Соединённым Штатам Америки, тоже отправили целый самолёт, я по телевидению видел. Ну, наверное, вот считают, что они могут, наверное, есть какие-то излишки, есть там ещё дополнительные маски, оборудование, поэтому отправляют. У нас же есть штаб, есть правительство, наверное, штаб посчитали, что вот эту часть повязок, масок, там, этих пахил, оборудования, ИВЛов, мы можем отправить странам НАТО. Поэтому вот я и призываю, в 1964-м году призывал, зачем вот НАТО, ну, варшавский договор в своё время был, надо вот как бы объедняться. Вот это пример хороший, когда мы туда отправили, конечно, ждём. Хорошо было бы, если там Соединённые Штаты Америки или эти страны НАТО нам бы тоже прислали бы самолёты с гуманитарной помощью, эти маски. Но не здесь нужно объединяться, здесь сейчас наука должна объединиться. Именно наши учёные, вот учёные должны объединиться, и вот чтобы такой коллективный, научный разум был, а потом он перейдёт уже к общечеловеческому разуму. Ну, если мы помогаем, то помогаем неплохо. Ну, уж не оружие туда послали, а медицинские вещи – это здорово. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Я Александр. У меня вопрос такой. Как мог такой русофоб, как Каспаров, претендовать на должность президента Фиде? Столько он вреда сделал. Что вы можете сказать по этому? Спасибо. Ну, вы знаете, в 95-м году, 24 ноября в Париже, меня и избрали, как кризисного, наверное, менеджера, кризисного президента. Тогда Фиде и шахматный мир был расколот. В 93-м году, в начале 90-х, да, кажется, 92-й год, Гарри Каспаров в Соединенных Штатах Америки создал параллельную структуру шахматную, профессиональную ассоциацию шахматистов и проводил свои чемпионаты. С шортом он, с английским гроссмейстером, играл. С другой стороны, Анатолий Карпов здесь. Фиде денег тогда не было, одни долги были. Фиде не могло провести тогда не всемирную шахматную олимпиаду, не чемпионат мира среди женщин, вот этот матч тоже. Ну, я пришёл в 95-м году как раз на «Надо объединить шахматный мир». И в Праге, и Карпов, Каспаров, Крамник, и Фиде мы подписали тогда соглашение, что мы объединяемся, что мы проводим матч со званием чемпиона мира. И мне удалось объединить шахматный мир. Ну, и Гарри Каспаров для меня приятно было, что в 2014 году 13-й чемпион мира решил стать президентом Фиде. То есть я понял, что 20 лет я не зря провёл должности президента Фиде, что всё-таки я смог объединить шахматный мир. И сейчас десятки, сотни тысяч шахматных турниров проводит Фиде. Долгов там нет, всё. И Каспаров пришёл. Ну, та организация, которую он создавал в Соединённых Штатах Америки, она закрылась, обанкротилась. И Гарри Каспаров пришёл, значит, в Фиде. И я, наоборот, поддерживал, когда его Соединённые Штаты Америки выдвинули, и он очень много денег собрал для своей компании. Я благодарен ему, что он снова поднял интерес к шахматам. И, правда, выбор немного такой политический, как раз тогда несли, это 2014 год. Но я ездил по странам, в тот год как раз около 100 стран. И Гарри Каспаров тоже, Гарри Кимович очень много ездил, тоже там 50 стран, наверное, посетил. И вот, честно, такой в открытой демократической борьбе я победил. 110 стран за меня проголосовало. 51 страна за него. У нас одна страна, один голос голосования. И 13-й чемпион мира. И мне приятно было, как кандидату мастера спорта по шахматам, выиграть 13-го чемпиона мира. А в 2010 году этот пост баллотировался от 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Я его тоже выиграл. КМС выиграл двух чемпионов, двух кросс-мейстеров. Это здорово. И только я приветствую, если раз пора будет снова баллотироваться на пост президента Киде, то это здорово. Но сейчас в Америке он, мне кажется, шахматой, он больше политическими вопросами занимается. Успеем ли мы принять еще один звонок? Нет, звукорежиссер, к сожалению, говорит, что время подошло к концу. Спасибо вам большое, что нашли время и стали гостем программы Абонент. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо.